Вот скажите мне, что делать властям, которые 4 года подряд поют, пляшут и не вылазят из всяких форумов и банкетов, при этом общий уровень жизни и дохода населения в регионе неуклонно падают? Все правильно. Нужно начинать беспрерывно рассказывать о своих достижениях, победах и триумфах. Вот только реальность все это дело потихонечку начинает опровергать. На минувшей неделе стало известно, что Башкирия вышла в лидеры, но, к сожалению, в лидеры по загрязнению атмосферного воздуха промышленными выбросами по всей России. А если точнее, то это седьмое место из 87 регионов по абсолютной массе атмосферных загрязнений. Но об этом, конечно, нам не расскажет БСТ. А еще неумолимая статистика объяснила нам, что дорогой Радий Фаритович на прошлой неделе нам прямо в глаза наврал о том, что республика Башкортостан вышла в лидеры по средней продолжительности жизни. Помните, как с восторгом он заявил, что у нас тут люди, оказывается, живут в среднем по 73 года, а это сильно круче, чем в среднем по Российской Федерации? Так сообщил дорогой Радий Фаритович на минувшей оперативке, буквально в минувший понедельник. Я вновь говорю, коллеги, благодаря деятельности наших врачей, у нас средняя продолжительность жизни перешагнула 73, и она у нас сейчас выше средней продолжительности жизни в Российской Федерации. На самом деле, оказывается, федеральная статистика говорит, что средняя продолжительность жизни по Российской Федерации составляет 73,4 года. И это средняя. То есть в некоторых регионах живут существенно дольше. Так что Радий Фаритович опять пальцем в небо попал. Цены на бензин в республике Башкортостан растут, как говорится, стремительным домкратом. Уже четыре раза только за июнь месяц поднимались цены на заправках в республике Башкортостан. И это при том, что чуть ли не половина всего российского бензина производится непосредственно здесь, в Уфе. Ну, еще немножко стерильтомаки. То есть у жителей, конечно же, обоснованное недоумение вопроса к главе региона. Что происходит, Радий Фаритович? Почему мы, производя чуть ли не половину российского бензина, который не нужно никуда возить, продавать можно прямо здесь, буквально из крана, который протянут к заводу, мы почему платим за него значительно больше, чем во многих регионах Российской Федерации? Хабирова начали бомбить этим вопросом в его соцсетях, но, естественно, дорогой Радий Фаритович, комментировать подобные неприятные вещи не собирается. И в бой была отправлена Верная Прочаковская со своей стирательной резинкой, которая без конца удаляет и удаляет вот эти обидные вопросы и комментарии. Судя по всему, в ответ на вот эти вот неприятные вопросы, которых становится все больше и больше в последнее время, у Радий Фаритовича есть только один ответ. А зато к нам привезут еще 9 зубров, и общее поголовье зубров в республике Башкортостан составит аж 50 штук. Ну, неужели жителям еще что-то нужно, кроме того, что в Башкирии, наконец, завелись зубры? Ну, вот действительно, стыдно, по-моему, спрашивать там про бензин, про дорогое ЖКХ, про плохую медицину, про убитые дороги. Это все стыдно. Граждане, ну, радуйтесь зубрам.